здравствуйте дорогие друзья воскресенье недельная глава вэра снова война снова враги хотят уничтожить израиль слово зло подымает голову земля которую господь бог твой взыскивает то есть оберегает заботится они всегда глаза всевышнего на ней от начала года до конца пишется о земле израиля свое время когда иерусалим был осажден на выхода насора моего армии великий завоеватель казалось спасения нет всевышний приказал пророку ирмиягу купить землю и сохранить контракт на покупку земли израиля там в израиле надежном месте казалось бы кому в голову придет приобретать недвижимость когда все обесценивается и вообще через два года не будет евреев земли израиля однако весь вопрос когда идет обычной земле все правильно логика которой надо все продать как можно быстрее получить хоть пару грошей избежать работает для любого места в мире когда цены на недвижимость обрушивается не покупают домов но земля израиля другая она не похожа ни на что и раз уж всевышний обещал нам эту землю в конце концов она обязательно вернется к нам даже в эпоху любого кризиса и мы всегда будем имеем право и возможность и это правильно инвестировать землю израиля когда армия ромеля продвигалась границам земли израиля рафш йосиф кайны ман поневеже рэбэ занял денег немного и купил участок в наибраке чтобы построить ишивы люди думали что он утратил рассудок потому что какой смысл приобретать землю когда нацисты стоят под дверями казалось что уничтожат всех но раф сказал что не каждое пророчество было включено в тонах а если она уже включена то он несет послание будущим поколениям и когда всевышний приказал пророку ирмия купить землю в тяжелейших обстоятельствах значит правило для нас есть все будет хорошо если будет хорошо у нас если мы сами будем хорошо сегодня есть много надежды не только есть бог есть праведники народов есть у нас праведники земле израиля сказали мудрецы талмуды если кто-то считает какая мне польза от чужой праведности мне не холодно не жарко да то такой человек отвергает тору почему потому что в ней написано рассказа с доме иногда в заслугу праведник который казалось бы учиться для себя спасается цеплое поколение представим себе что случилось если вздоме нашлось 10 праведников край не был бы разрушен земля не покрылась бы там асфальтом море не заполнилась мертвые соленными бежеют это казалось бы кстати злодеи даже не почувствовали что их жизнь висела на волоске но спасены и благодаря горстке праведников тор открывает нам реальность этого мира вот так устроен этот мир и есть вечные истины одна из них такая что если 10 праведников есть в городе все то же самое кто видел фильм покаяние когда грузинка старая горит это дорога ведет храму а в конце фильма говорит но если дорога не ведет храму а зачем нужна эта дорога вот куда ведет путь по которому каждый из нас идет в час остановись и посмотри куда ты идешь что это вопрос мы должны задать себе размышляя о том куда шел аврам обратите внимание заключительный этап и жертвоприношения ицхака выглядел как и взял аврам барана принес жертву вместо сына и потом ангел пришел сказал чтобы заславлю тебя и так далее и будет всесильный с тобой во всем что ты сделаешь поэтому что будет когда задают вопрос и печальным вздохом что будет с евреями окруженными сотнями миллионов ненавидящих их арабов что будет с маленькой страной на которую нацелены сотни ракет что будет в результате вражды то там и что будет нравственном плане когда из-за смешанных браках 70 процентов теряет со стороны и что будете 7 потому что миллионы еврейских детей даже в земле израиля не умеют читать шма израиля не не знаю что будет 10 заповедей чтобы финансовом плане чтобы каждый думать у меня тут половина семья работа деньги так далее не видно в конце туннеля света но утешение нашей недельной главе нет отчаяния нет отчаяния поднимите головы не теряйте надежду ведь еврейский народ родился после того как всякая надежда пропала нашему отцу авраму было 100 лет а жене его 99 родить ребенка в этом возрасте было настолько невообразимо что даже сара была поражена и смеялась назвала сына ицхаком смех а ведь хорошо смеется кто-то смеется последним и написано что последний будет народ израиля написано когда вернет бог возвращающийся в силу все он мы будем как во сне написано что все будет хорошо вопреки всем прогнозам еврейский народ пошел через все беды перепрыгнул через любые ловушки и несмотря на то что безусловно перепрыгнут и вот это последнее препятствие оставшиеся перед вечным избавлением мы знаем что в один миг все меняется к лучшему для этого не обязательно даже произойти должно чудо не надо менять законы природы нужен свет с неба мы должны снискать благоволение в глазах творца и он в секунду поменяет всех добру все в секунду молитва благотворительность хорошие дела не отменяют написано жестокий приговор то зачем мы ждем сядь и подумай что ты можешь сделать для того чтобы все это отменить и обязательно все будет хорошо потому что мы победим барахаве от слаха